Следственный изолятор в Уральске является одним из первых, который был построен в стране. В 1820 году с Уральска было направлено письмо генерал-губернатора Оренбурга, в котором говорилось о необходимости строительства следственного изолятора. Сидеть с тем, что преступников стало больше, содержать их было негде. Спустя годы изолятор был построен. Наш следственный изолятор уникален тем, что на протяжении 160 лет он выполнял только одну функцию. То есть, содержание преступников. Конечно, очень большие перемены в связи с гуманизацией, в связи с необходимостью вхождения в Казахстан в соответствии с европейским, международным нормам. Поэтому очень большие изменения произошли. Сейчас выделяется большое внимание материально-техническим укреплениям. На сегодняшний день в городе строится новый следственный изолятор. И уже скоро все обвиняемые будут содержаться в нем. Если взять коллектив, наверное, один из самых старейших в Казахстане. Это тоже очень много значит. Коллектив начинает именно корни с 1858 года. Коллектив, который прошел преобразование, еще это было при Российской империи, когда закладывалось, тогда было. Затем участвовал в революции, которая проходила. Становление Советского Союза, распад Советского Союза и становление нашего независимой республики Казахстан, нашего государства. Штат сотрудников СИЗО составляет 132 человека. Сегодня работа некоторых из них была отмечена. Все они переедут в новое здание. Вот что будет со старейшим СИЗО, пока неизвестно. Олег Великий, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.